Всем привет, меня зовут Илья. И в этом видео я хотел бы с вами поделиться прекраснейшими просто упражнениями, но не пугайтесь слово упражнение, это не совсем упражнение, это больше-таки небольшие этюды, которые помогут вам развивать вашу технику, развивать ваши пальцы, ставить их на место и быстрее, соответственно, прогрессировать. Даже если вы не новичок, это будет вам полезно. А если вы новичок, это будет полезно тем более. Но не все так просто. Эти упражнения еще помогут вам... Вы знаете, бывает такое, приходишь в магазин выбирать бас-гитару, берешь в руку инструмент и начинаешь что-то играть. И бывает, знаете, например, начнешь какую-то пассаж или этюд играть и прям пальцы сами играют, понимаете, все удобно. Все вообще прекрасно ложится, гриф сразу в руку ложится. И вы такие думаете, вот, это, наверное, мой инструмент. А бывает так, что вы берете в руку инструмент и вот, ну, не так, что-то слетает палец, не попадается, не играется, все очень скомканно, неправильно, в общем, неудобно вам играть. И вот эти вот упражнения, которые я сегодня покажу, они отлично также подойдут для того, чтобы взять в руку инструмент, новый, например, в магазине, и сыграть эти этюды, и понять, подходит ли вам инструмент. Если вы будете легко справляться, если пальцы начнут сами играть, то, что я сегодня вам покажу, и вам будет легко это играть, то инструмент, скорее всего, вам подходит. Потому что, не стоит недооценивать, удобство игры – это очень важный элемент, и многие музыканты, бас-гитаристы считают, что это самое главное, даже не звук главный, а именно, чтобы инструмент подходил для вашей руки, для вашего сердца и для вашего мировоззрения, понимаете. И вот эти вот этюды, которые я сегодня покажу, они помогут вам не только развить технику, улучшить, поставить пальцы на место, они помогут вам еще и, если вы их выучите, будете при выборе инструмента использовать, вы поймете, ваш этот инструмент или не ваш. В общем, давайте начнем. Это был первый этюд. Давайте посмотрим поподробнее, что я здесь играю. Во-первых, я беру второй палец, ставлю его на восьмой лад четвертой струны, и здесь у нас, соответственно, нота до. Тональность до-мажор. Вот нота до здесь, и нота до здесь. Первое движение. Смотрите, я беру второй палец, как будто бы в аппликатуре мажорной гаммы, второй палец, потом скачок аж через две струны. Четвертый и первый палец. Таким образом. Тем самым еще, очень важно, слежу за правой рукой. Правая рука очень важна, чтобы не было каких-то там грязи лишней. Здесь у меня скачок, и я ставлю большой палец на третью струну. Но я думаю, вы разберетесь с этим. Потом четвертый, первый, десятый лад и седьмой лад. Третий, четвертый, такое движение. Четвертая ступень. И опять приходит. Вот такое прикольное движение. В чем тут крутость? В том, что, во-первых, она звучит мелодично довольно-таки. Здесь уже какая-то музыка есть. В отличие от того, что, к примеру, упражнения, которые обычно на технику, вот эти вот все там, например, хроматические, вот эти вот, да, которые все показывают на каналах у себя, или там паук, они, конечно, эффективны, например, особенно паук, но они абсолютно не музыкальны. То есть они неинтересно играют. Что такое хроматическое движение? Вот так сидишь, играешь. Где здесь музыка? А здесь уже, как понимаете, подход другой, творческий, музыкальный подход. Во-первых, оно звучит уже приятно. Это первое. Второе. Здесь у нас есть в основные аппликатуры, которые басисты играют. Это аппликатура мажора. Вот здесь, когда мы играем вот второй, четвертый палец, делаем опять скачок через струну. Мажорная, как будто бы у нас тут такая мажорная гамма, но шестой ступенью. И, соответственно, и еще одна аппликатура минора. И опять через струну. И приходим вот так. То есть две тут основные аппликатуры. Аппликатура мажора и аппликатура минора. И вот эти вот аппликатуры трезвучий в этом упражнении, в этом этюде, они добавляют именно вот эти трезвучия музыкальности. Это был этюд номер два. И здесь я прям чувствую, как у меня кровь начинает циркулировать по пальцам, мышцы разминаются, появляется какая-то растяжечка, прям чувствуется недостаточная. Развиваются пальцы, но здесь, конечно, упражнение довольно физически затратное. Не стоит им слишком усердствовать, делать перерывы обязательно, потому что можно повредить руку, как-то заиграть это все дело, и будет тяжело. Поэтому, во-первых, здесь самые нижние позиции. Первая, вторая, третья позиция. Самые физически затратные. Внизу гриф. Здесь, в принципе, играть довольно сложно. Какие-то технические вещи в этой позиции. Поэтому это всегда будет довольно физически затратный момент. Давайте разберем, что мы здесь играем. Во-первых, тут до мажора опять, третий лад, третья струна. На этот раз здесь мы играли до мажора, здесь. Теперь здесь играем. Начиная от третьей струны, такое движение. Первый, третий, четвертый палец. Как бы в октаву идем. И здесь вот интересное движение. Третий, второй палец. Вот такое. Редко встречается, но оно довольно прикольно. Не то, что редко, но иногда можно использовать. Здесь хорошо развивается именно эта связка третий, второй палец. Потому что это важная связка, вообще третий, второй палец. Многие басисты даже четвертый редко используют. Поэтому все остается на вот эти три пальца. Поэтому важно и такие варианты комбинации разыгрывать. Необычные, на первый взгляд. Вот так вот мы приходим. Третий, второй палец. Потом четвертый, первый палец. Первый, второй, первый. Опять такое же движение на октаву. Третий, четвертый палец. И такое, знаете, как это опевание через трезвучие. Красивое. Оно дает такую мелодичность, опять же, вот этому этюду. Ну, тут классическая аппликатура. Через второй палец. Второй, четвертый. Второй, четвертый, первый. И опевание в первую ступень. Мы опять приходим в до-мажор. Вот так давайте еще раз медленно. Ну, а второе проведение мы играем через октавы. Ля октава. Потому что октавы тоже часто встречаются. Поэтому я посчитал, что тут прикольно октавы задействовать в этом моменте. Октавы тоже важны для развития. То есть мы тут все тоже, опять же, развиваем. Трезвучие и плюс октава важная для басиста вещь. Также, как можно с этим работать? Можно перенести в другую тональность. Например, вот я играл в до, я могу в ре. Давайте посмотрим, как в ре. То же самое можно сыграть. И я вам рекомендую играть эти этюды, перенося вот эти вот тональность в разных местах на гриф. Смотрите, можно от рез играть то же самое. И пришли в ре. Это можно, потренируйтесь в разных местах, вверху поиграть, внизу. Это будет максимально полезно. Только что для вас прозвучал третий этюд к сегодняшнему видео. И здесь самый главный прикол этого этюда в том, что мы используем всего два пальца. Это первый и третий. Первый и третий, да. Смысл в том, чтобы развить третий палец, потому что он слабый. Самый слабый палец из всех пяти на левой руке. Он чаще всего слабее даже, чем мизинец. Поэтому с ним важно работать, чтобы он тоже чувствовал струну, чтобы чувствовал инструмент. Здесь мы используем первый и третий палец. И тональность у нас уже на самом деле соль мажор. Здесь немножко другая тональность. Давайте попробуем, сыграем медленно. Мы используем здесь также слайды, которые тоже красиво звучат. И важно их тоже понимать и развивать. Давайте посмотрим. Соль. Третий лад. Четыре струна. Слайд третьим пальцем. С четвертой по седьмой. Тут у нас седьмой, пятый. Опять слайд. С пятого по девятый лад. Да, это девятый, девять, девять, десять, один. Да, девятый. Вот. Вот такое. Тоже красиво звучит, согласитесь, да? Уже прям прекрасно. Уже музыка такая красивая. Всего лишь первый и третий пальцем. Ничего больше не надо. Потом опять играем вот это вот, цепляем на восьмом, десятом ладу. И обратно слайд уже. Одиннадцатый, девятый лад. Ой. Вот так. Красиво звучит. Это второе проведение. Здесь мы просто играем децимы. То есть, ну, сначала у нас... То есть мы играем... У нас мажорная децима. Мажор. Минор. Минор. Вот так вот как-то. То есть, ре мажор. До мажор. Идем по диатонике. Си минор и ля минор. И опять ссор приходит. Вот это вот, опять же, диатоническое движение. Круто звучит. Таких сольных каких-то произведениях. Это все часто используется. Тем самым мы еще и развиваем третий палец. В итоге, давайте подведем итог. Я вам показал сегодня три прекрасных этюда, которые вам помогут поставить пальцы на место, развить технику, развить все четыре пальца, выучить основные аппликатуры, мажора, минора, научиться более плавно передвигаться по грифу. Вот с помощью вот этих вот упражнений они очень хорошо для этого подходят. Чувствовать гриф в целом. Отличный этюда. Но еще это не все, да? Как мы выяснили, эти упражнения помогут вам определить, подходит ли вам бас или не подходит. Вот пришли в магазин, играете этот этюд какой-то, и видите, что все, пальцы встали на свои места, все само играется. Перед пальцем прям скользят и прыгают по грифу, и льется музыка красивая. То есть тогда бас вам подходит. Ну и в другой ситуации, когда вы играете какой-то, к примеру, из этих этюдов, и пальцы мажут мимо струн, все не звучит, вам тяжело, скорее всего, не очень вам приятно, не для вас этот инструмент, скорее всего, вам неудобно играть. Вот. А, удобство игры, это очень важный момент. Вот такое сегодня было видео, дорогие друзья. Надеюсь, что было полезно. Удачи вам в разучивании этого материала. Он, думаю, вам еще пригодится. На этом сегодня все, дорогие друзья. Не забывайте оставлять комментарии, подписки, проходить на Boosty, в Telegram, в Telegram-чат, ну и все такое. В общем, общаться и делиться с вами впечатлением. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Всем пока.